Привет бойцы! Сегодня подобрал для вас мнение профессионалов и не только из мира бокса. Леди и джентльмены порассуждали на тему того, кто окажется сильнее в противостоянии между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом за звание временного чемпиона по версии WBC и за пояс WBC Diamond. Обязательно подпишись и прожми колокольчик, чтобы не пропустить обзор боя, который мы выкатим завтра с утра. Меня зовут Иван Неумин, это канал It's Time. Наливай чаек, ставь лайк и погнали! Денис Лебедев, бывший чемпион мира по версии WBA и IBF в первом тяжелом весе. Ни для кого не секрет, что англичане сделали этот бой как хорошую проверку для Уайта и заодно как возможность для нашего Александра Поветкина. Победа над Уайтом даст Поветкину шанс сразиться за чемпионский пояс. Исход боя зависит от того, кто сумеет навязать свою тактику боя, кто выдержит свой план на бой. У Поветкина все неплохо с выносливостью, у него есть большой опыт, но и Уайт прибавляет. Нас ждет очень зрелищный и конкурентный поединок. Именно за это люди любят профессиональный бокс. Кубрат Пулев, экс-претендент на титул чемпион мира в супертяжелом весе. Это очень интересный поединок, они оба потрясающие боксеры. У Поветкина была великолепная аматорская карьера, но мы знаем, что профессиональный бокс это немного другое. А также то, что Уайт на все 100% отдается своему ремеслу. У обоих боксеров шансы 50 на 50, но я надеюсь, что Поветкин победит. Потому что я с ним знаком и он действительно хороший человек, который не болтает лишнего. Григорий Дрост, экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. Пять лет назад я бы точно сказал, что фаворит Александр. Но ему скоро 41. Все-таки 8-10 лет разницы могут сыграть роль. Судейство в Британии тоже будет на стороне Уайта. Физическое состояние у него предпочтительное. Но я бы не сказал, что британец превосходит Поветкина на голову. На стороне Александра огромный опыт и масса тяжелых боев. Он настоящий нокаутер и если хорошо попадет, Уайт точно упадет. Я бы оценил расклад как примерно равный, но скрытый фаворит все-таки британец. Тони Белью, бывший чемпион мира в тяжелом весе. Думаю, что Уайт будет фаворитом. Он окажется слишком большим и сильным для Александра. Тяжело такое говорить, но мне кажется, Поветкин уже не тот зверь, каким был. Он был отличным боксером, но его ждет другой зверь. Уайт разнесет Поветкина, я в это верю. Думаю, вначале Диллиан потрясет его ударами по корпусу, а затем заставит раскрыться. Единственное, о чем Уайту стоит беспокоиться, так это контр-хуки слева. Поветкин классно бьет левой рукой. Очень ловко. Майк Хантер, топовый боксер-тяжеловес. Думаю, для меня остановить Уайта было бы проще, чем Поветкина. Это было бы намного легче, Уайт бы сдался. Он не настолько крут, как Поветкин. Да, Диллиан крепкий, у него хорошая челюсть и физическая мощь. Но думаю, что россиянин, возможно, победит его в следующем бою. И я бы тоже победил его досрочно. Энтони Джошуа, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжелом весе. Все будет зависеть от подготовки. Если Уайт тренировался правильно, то он справится. Я знаю, что Диллиан боец. Но Поветкин весьма опытный боксер, победитель Олимпийских игр и чемпион мира. Отдаю должное Поветкину. Он настоящий профессионал. За всю карьеру Александр уступил только Владимиру, Кличко и мне. Поветкин по-прежнему голоден до побед. Он выйдет на бой с мыслью о том, что ему нужно выиграть. Прогноз? Победителя определят судьи по очкам. Эдди Хирн, известный промоутер. Это главный бой в хэви-вейте в 2020. В случае победы Поветкина он станет претендентом на пояс WBC. Победитель боя Wilder Fury должен подраться с Уайтом или Поветкиным. Или оставить пояс вакантным. Джозеф Паркер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе. Я предсказываю, что Диллиан Уайт пройдет Поветкина. Я считаю, что у Александра было его время. Но мне кажется, что он все еще чертовски силен. Диллиан Уайт претендент на звание временного чемпиона WBC. Он очень опасен. Он знает, что если победит меня, то его карьера вновь пойдет вверх. Омолодится. Я ожидаю, что в ринг выйдет опасный, сосредоточенный Поветкин. Он выглядит хорошо, сосредоточенно. Он выглядит молодо. В своем последнем бою он показал, что все еще мотивирован. Диллиан хороший, сильный боксер. Будет интересно с ним побоксировать. Для меня это тоже важная схватка. Отдам все силы и сделаю все, чтобы показать красивый и интересный бой. Тина Канделаки, гендиректор Матч ТВ. Не надо быть большим специалистом в боксе, чтобы понять, бой будет очень тяжелым. У Уайта чрезвычайно быстрые руки, очевидная любовь к ударам по печени и крепкий подбородок. Мне очень нравится, что Саша не уклоняется от настоящих сильных соперников. Надеюсь, что судьба вознаградит его за смелость и на этот раз. Саша, болею за тебя всегда. Обязательно подпишись и прожми колокольчик, чтобы не пропустить обзор боя, который мы выкатим завтра с утра. Меня зовут Иван Неумин, это канал It's Time. Спасибо за твой лайк. Пока.